Вопреки тому, что на календаре середины рабочей недели, людей на центральном рынке достаточно. За овощами и фруктами, как правило, приходят с большими сумками и пакетами. Закупаются на достаточно продолжительный период. Конечно, королева на прилавках в эти дни – клубника. Каких только сортов здесь нет. Выращена ягода с заботой и любовью. Тарта разные. Тут есть и Азия, и Виматарда, и Вимазанта, и Ханэ, и вся грунтовая клубника. Ну, в этом году грунт, конечно, запоздал намного. Считайте, две недели – это стабильно. Ну, а так, дожди немножко мешают. Немножко. Ну, сейчас уже вроде есть вся сладкая, хорошая клубника. Цена на клубнику колеблется в зависимости от размера – от трех до шести рублей за килограмм. Рядом с заветной ягодой на прилавках черешня появляется малина. Любители зелени порадуют салат руккола-лук. Ценовой порог начинается с 40 копеек за небольшой пучок. Большим спросом пользуются молодой картофель, огурцы и томаты. Каждый образец, реализуемый на центральном рынке продукции, проходит проверку в лаборатории. И только после экспертизы продавец получает на руки талон. Подтверждающий соответствие требованиям качества и разрешающий продажу. В обязательном порядке все, кто торгует на рынках, проходят ветеринарно-санитарную экспертизу растительной продукции. Что включает в себя ветеринарно-санитарная экспертиза? Это нитраты измерения и содержание радионуклидов Цезия-137. Все в обязательном порядке это проходят, все замеряется и по итогу, если все нормально, продукция выпускается в продажу. А еще лето – это пара цветов, посадки кустарников и деревьев. Зная об этом, продавцы каждый раз стараются удивить покупателей чем-то необычным и новым. Каких только сортов здесь нет. В ассортименте от петуни и бегоний до голубых елей. А в качестве бонуса – индивидуальная консультация по культивированию и подкормке. Сегодня и хвойные растения представлены, и лиственные, можно и деревья, более-таки эксклюзивные у нас есть такие варианты. Ну, например, голубые ели чистые, потом корианские пихты, боснийские белокорые сосны. Ну, однолетники есть также можно купить. Ну, очень много, используется спросом каждый день. Понимая, насколько непростая сейчас ситуация, многие продавцы постоянно работают в маске и перчатках. Немало и среди покупателей – тех, кто не пренебрег правилами личной гигиены. Однако быть начеку все же необходимо. Поэтому, планируя посещение крупных торговых объектов, медики настоятельно рекомендуют иметь при себе средства индивидуальной защиты, чтобы приятные впечатления не были омрачены печальными последствиями. Продолжение следует... Продолжение следует...